Скандал вокруг громкого назначения в национальной полиции, похоже, исчерпан. Заместитель председателя нацполиции Василий Паскал подал в отставку. Об этом сообщила его руководитель Хатья де Канаидзе. По ее словам, о своем решении Паскал сообщил ей лично. Позже публичное обращение Паскала обнародовал на своей странице в фейсбуке министр внутренних дел Арсен Аваков. Он раскритиковал тех, кто выступал против назначения офицера. Я ненавижу пустые и подлые обвинения пустобрехов, не построивших свои жизни из собачьей будки. Напомним, Василия Паскала назначили на должность заместителя председателя нацполиции 5 ноября. Это решение вызвало возмущение у общества, ведь милиционер работал в органах во времена революции достоинства. С 2012 года он возглавлял департамент уголовного розыска Украины, а именно этих людей обвиняли в преследовании активистов. Были не согласны с назначением и в люстрационном комитете. Когда было объявление о создании новой полиции, ее руководителям назначили грузинку, человека, которому сейчас огромный кредит доверия у людей. Кроме того, что она уже дискредитировала этим назначением новую полицию, она разрушит последнюю надежду людей на то, что хотя бы один орган в этой стране будет работать. Правда, окружной суд Киева не подтвердил причастность Паскала к преступлениям против Евромайдана. А в Генпрокуратуре заявили, что Василий Паскал лично возглавлял раскрытие тяжких уголовных дел Майдана. Защищали назначенца и в Министерстве внутренних дел. Не надо мне рассказывать, что Паскал сепаратист или убийца Майдана. Паскал самый честный милиционер из тех, которого я знаю. Вот странно так говорить генерал-лейтенант. Паскал профессионал уголовного розыска. И когда многие те, кто пишут сейчас про него посты, рассказывают сказки в парламенте. Паскал был в Дебальцево и выходил оттуда под огнем. И сидел там с личным составом. И людей вокруг убивали. И его ранило тоже. Справедливые решения или люстрация ради люстрации. Сложно делать выводы, отталкиваясь от единичных увольнений. Код люстрации в Украине продемонстрировал. Одни чиновники режима Януковича могут тихо пересидеть процесс, так и не получив наказание. А другие, под давлением общественного осуждения, вынуждены писать заявление об увольнении.